и снова здравствуйте и кареточка близко кабине не просто так с вами снова алексей много видели наверное раз как я снимал видео со стрелы ставил камеру вот сюда на кареточку в общем так куда руки дотягивались на липхер удобно здесь на другом приходится наверх вылазить в общем не важно но многие ошибочно думали что у меня камера есть всегда на стреле и что я с помощью нее все вижу и часто мне в комментариях писали брат где найти такую же камеру чтобы нам тоже все внизу видеть на самом деле это все был не монтаж но художественный прием для того что просто камеру ставил вот на ту которую я снимаю ставил камеру просто чтобы картиночка была красивее чтобы показать что-то не со своей головы а именно оттуда не было камер до сегодняшнего момента пока я не заказал себе вот такой там комплект от компании nscar распаковочку я вам покажу чуть позже вот такая вот камера есть что наполовину или собрал камера ставится на кареточку к ним там блок питания мониторчик сейчас время обед пойдем все это дело попробуем поставим так наконец-то пришел мой комплектик который я так долго искал искал долго на самом деле потому что или по цене было не то или по компонентам а здесь вот нашел именно то что нужно и камера именно зумом то что я и хотел сейчас откроем посмотрим что внутри так смотрим что же у нас тут пришло я конечно знаю что я заказывал но интересно внутри это похоже на камеру точник она есть большая такая но он поменьше будет тяжеленькая такая nscar этим понятно дали что брелочек миленькая так я заказывал с аккумулятором и с блоком зарядки по весу это наверное зарядка там за водичного с розеткой такая это тяжеленький как раз похоже на блок точнее на аккумулятор наверное он и есть что там у нас дальше болтается так это наверное крепление да похоже на крепление что там нет напоминает если чем-то она крутится ладно разберемся так это у нас что это те самые педальки газ тормоз на самом деле для зума тут тут у нас еще проводочки проводочки крепления для чего-то наверное для монитора для прикуривателя интересно чем они уклейка и снова ну и там наверно сам монитор точняк так все упаковано хорошо защитой не маленький такой мониторчик то вообще классный антенки логично все это беспроводная ссылочки на данный набор магазине nscar естественно будут в описании так в общем вот наша камера вот наша каретка крепление пока такое по-хорошему бы конечно установить куда-нибудь сюда в серединку да типа спилась типа вот так вот как-нибудь и гакс туда я надо этим подумаю а пока наверное поставим пока нам поставим туда на тележку на саму корзиночку точнее нет не нравится что она болтается в смысле это ничего страшного я больше про картинку переживаю другой стороны меня на ходу особо на картинка это не важно главное чтобы она была да блин неудобно в общем не надо чтобы она была подъехал груз например за здание для чего камера то и нужно за здание подъехал где не видно что там делаешь по сигналу стропочек конечно можно делать но когда сам видишь быстрее и удобнее и безопаснее ну что пробуем не уронить главное ничего себя в том числе так наверное как то да здесь бы еще третью руку да компания nsk занимается в том числе и установкой но я сомневаюсь что на объект во первых к нам пустят ну и как бы все это согласовывать долго и так далее хотелось самому поэтому вызвался установить сам посмотрим что получится так она у нас ничему мешать не будет должна блок питания подключаем здесь ничего не перепутаешь ну и типа здесь все можно идти в кабину так дальше начинается основная магия педальки как думаете для чего эти педальки они газ формос камера зумом с 30-ти кратным продочек длинный ставим куда-нибудь сюда и управляем так соединяем это еще все делал побыстренько потом наверное 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 точно проложу все красиво здесь не ошибешься закручиваем петалово где наша петалово так антенка 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 вот она антенка накручиваем все до антенку включаем о я уже вижу так монитор там к нему липучка идет такая двусторонний скотч можно к ним прилепить но здесь полка деревянная скорее всего потом сделаю так ну что изображение можно будет перевернуть не подать вот так вот например да если сюда сделать и на монитор смотрит туда одновременно желательно включить есть картиночка проверяем зум да ну 30-кратный зум если что я вам вижу что я глазами не вижу как там что лежит а так вижу вот это балдежно камеру на только немножечко поправить чтобы она до сюда немножечко смотрела двухкратного показа скольки кратный зум классно так здесь я уже потыкался здесь всякие настройки там месяц кстати да камера пишет то есть она как и регистратор работает пишет режиме видеорегистратора сейчас проверим насколько нам хватает связи может антенку на будет как-нибудь повернуть я до сих пор не видел что там за корпусом творится сейчас мы об этом узнаем а даже без зума у нее есть приближение то есть уже вот видно и картинка четкая так сколько у нас 40 метров связь не теряется о ну шикарно же да я прозрел я теперь все вижу обалдеть все сейчас конец каретки уже будет конец стрел точнее покрутимся вот это балдеж вот это чё я давно хотел то что мне давно не хватало ха 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 и все и стабильно если я гопружку ставил вай-фай хватало метров на 20 наверно и то с тормозами и то у гопро угол широкий ничего не видно было то здесь все прекрасно видно вот марш картинка четко значит оптический зум я думал будет цифровой он оптический но не зря камера такая большая кайф 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 все сейчас камеру поправлю как мне надо и будем тестить дальше ну что вам первый тест как раз поехали поверни говорит куда-то он туда рядом со складом я знаю что стал где-то он там и там есть дорога которую мне отсюда не видеть обычно это так происходит вперед карета назад карета что он там ждет камечка фон куча своих вещей накидали едем смотрим он человек стоит я увижу да надо теперь еще привыкать не чтобы не взглядом ловить качку ну конечно взглядом тоже надо ловить качку ну и видно что будет он подавать так вот надо сейчас вперед чуть-чуть хе-хе-хе я балдею вот это реально полезная штука прям кайфово все часа сейчас уже не вижу там что там происходит здесь я все прекрасно даже зум не надо делать сейчас он серединку смойну все здесь я уже не вижу здесь человек подходит что-то там хочешь сделать взял он что-то потащил вот видите потащил он куда-то туда видим на себя политик какой-то хочешь поднять вот я уже вижу что он поднимает политик а не человек там тогда здесь еще надо посмотреть так это зеркало понятно интересно здесь зеркало можно отобразить чтобы он сейчас мы так здесь получается направо там на лево до хожда аналогично если камера так стоит но уже видно я уже буду знать что мне там какую-то фигню не зацепили и даже знаю насколько вера дать да вот надо с каретки убрать камеру и поставить ее не с каретки а с с корзинки убрать камеру поставить посередине но это я завтра займусь сегодня точнее вечером наверное сделаю крепление там крепление то простецкое сделать и поставить его ровно посередине что прям вот я видел куда что и будет вообще кайф да я уже балдею картиночка сочная какая это x5 если что да вот еще штуку от этого как-то закрепить или под нее сделать какую-то подложечку что там делаешь поддон говорю зацепляет вот так вот короче кайф работаем чем прикол здесь еще флешка стоит я помню говорил не говорил и запись идет то есть он записывать в режиме регистратора все это дело и по сути у меня сейчас еще одна камера на причем full hd пишет я уже смотрел записи то есть беспроводная сразу сюда в монитор пишет флешка внутри стоит то есть флешку взял но я в монтаж что-нибудь ставлю чтобы оценили качество то есть мне теперь не надо каждый раз туда будет залезать и камеру крепить это же кайф ну и безопасность тут а где-нибудь из-за забора могу говоря из-за здания взял что-то и не видишь что потом показал кому надо или кому не надо и все крановщик видел видел или не видел и и может просто отказаться такой ребятки а че ведь вы там хулиганите ешь все вижу вот такие случаи очень много раз бывало когда там поднимаешь у меня был один случай прям такой за здание тоже там еще здание высоко было поднимаешь такой типа алексей алексей что там надо надо да не алексей был там брат где-то подмену уходил брат брат надо что-то там поднять игру что поднимаем на вот сейчас там корзинка что-то поднять надо оттуда втаскиваю там человек сидит в корзинке я такой здравствуйте такие прикол тоже случается здесь уже такой прикол не случится опять же можно в кино вставлять кадры ну что день второй сейчас в обед переустановил камеру поставил вот так вот вон на посерединке стоит прям ровненько по центру вот так вот здесь все видно в общем вот поставил флешечку здесь можно посмотреть например что мы вчера как работали 47 мегабайт кстати сжатие хорошее не знаю поскольку там по протяженностью давайте посмотрим 49 мегабайт что у нас там записано вот бетон как на вчера подошел вот я почему картиночка дрожит это я ничего не делаю сейчас вот на ноги мои вчерашняя запись получается автофокус камера получается с оптическим зумом а ну это я по-моему уже говорил да вот она дрожит сейчас уже не дрожит потому что ставил вчера вот на корзиночку она вибрирует дрожит а сейчас поставил прямо на каретку он туда вот за ролики между роликов я думаю не хватает еще какого дистанционного выключения камеры чтобы заряд не тратить хотя вчера вот я в обед поставил поскольку там полтора где-то я подключил и до десяти работали и как бы никаких признаков того что камера там вздыхает или еще что то не было аккумулятор там достаточно мощный посмотрим на сколько будет его хватать а так думаю вывести зарядник на вот на эти рога каретки он подходит сюда близко штейтер какой-нибудь водостойкий сделать там он есть в принципе его вывести и здесь его просто чпык вот зарядку вывести блок лежит в конце смены поставил зарядку за ночь она зарядилась или в обед там поставил подзарядил получать что 8 часов он спокойно выдерживает посмотрим что дальше может и больше выдержит по документации от 8 до 12 часов но вчера еще светло было у нас по моему светодиоды есть не знаю как у меня инфракрасная подсветка там или какая ночью протестировать бы вечером я тестировал у себя то есть она с подсветкой в комнате работает достаточно хорошо видно все то есть вот сейчас даже можно наблюдать что они там делают ну что мы ногой будем приближать а вон человек а я его например не вижу что он там есть а здесь видно он сидит вот марш ставить наверно удобно будет тоже надо попробовать все приехал наш бетон наблюдаем за ним в три глаза поехали на камере кажется что сейчас врежем все но для этого и нужны глаза вот опять же мне говорят можно камеру кучу наставить и типа есть по ним сейчас мне казалось что мы не пройдем для этого надо еще камеру не знаю на уровне чего постоянно изменяющейся высоты смотрим глазами здесь и так все понятно правее тебе сделаем куда человек с рацией убежал с рацией где ты с рацией человек видите ручек небольшой качает все это у нас последний этаж уже с доборами дальше крыша и вот все приблизим рассмотрим и вот все автофокус прикольно сфокусировалась надо в ногах наклеечку сделать человека вижу не знаю зачем мне это сейчас но прикольно вчера вот мусор убирал там за корпусом справа подъезжал здесь он тоже он накидывали и туда за корпус назад уезжал за здание попадал в пухту без всяких команд ну там конечно тропочек пытался что-то самадовать но я быстрее в него туда заехал работу с тропочкой этот не отменяет конечно но это очень 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 полезная штука для крановщика особенно грунт при работе за зданиями таких стесненных условиях видимо как бетон уходит как люди там снизу ходят задержки вообще никакой нету оп схватил схватил все даже царапинки на гайке можно рассмотреть вот сфокусировался на бетон блин да прикольно то есть он уже не на гайке фокусируется на бетоне вон прям камушки видно все вон уползают на цепочке сфокусировался вот блин камера хорошая ну что все смена окончена камера продолжает прекрасно работать сменщик завтра удивится будет неожиданно и так приятно любой кранщик оценит такую штуку это я точно говорю все до скорых встреч на высоте с вами был Алексей всем пока